А что же такое любовная страсть? Любовная страсть не только имеет тенденцию занимать всё пространство в Личности, в которой она вторгается, она также исключает все предлоги, все путебегства, все софистические различия, все неуместные оправдания относительно объекта любви. Серьёзная и страстная любовь не ставит условий. Любовь не накладывает ограничений. Любящий, как и художник, выбирает всего человека и берёт всё в целом, включая качество и недостатки. Причём недостатки создают качество посредством воображаемой кристаллизации. Любовь — это как дух, доходит до крайности, ибо нет половинных обязанностей и не более, чем есть полудобродетель. Полудобродетель вовсе не есть и недобродетель. Полудобродетель — есть порог. И всё-таки получистота — это не чистота, а полууверенность — это недоверие. И точно так же, ещё раз, эгоальтруизм — это не альтруизм, это эгоизм. Скажем лучше, смесь зла и добра — это самая распространённая формула, форма чистого и простого зла. И это соединение называется лицемерием. Такова маленькая добродетель добродетельных бандитов, безупречных негодяев и головорезов, филантропов. А любовь, которая любит во всех отношениях, то есть без всякой оглядки, и которая не имеет никакой точки зрения, которая является 100% любящей, это любовь и есть самоискренность, поскольку искренность и есть чистый закон цельного и прозрачного сознания. Любовь уничтожает и поглощает любящий субъект, и поглощает его любимым объектом. Вот почему всегда считалось, что человек способен построить нового человека на пепле старого себя, старого себя человека. Далее он говорит о сополезновании, опирается на монтене, вводит такую главу «Взаимная философия влюблённого» и «Философия любимого», то есть того, кого любят, и тот, который любит. Любящий сам становится привлекательным благодаря любви. Любовь украшает того, кто любит. Только любовь есть Бог, а возлюбленные его великолепие. Более того, чтобы был любимый, должны быть любовь и любящий. Причём ситуация быть любимым — это не свойство само по себе, не особенность, а просто факт. Если факт того, что тебя любят, иногда вторично вызывают в любимом любовь и делает любимого любовником, то необходимо в конечном счёте, чтобы первый любовник, ну, любящий, так сказать, предшествовал первому возлюбленному. Кто-то должен начать и начинает любящий. Красота остаётся по отношению к любви как продолжение первоначальной и спонтанной позиции, которую мы назвали «каждастью». Такое удивительное слово. Любящая любовь, кажется масломасляным. Что это? Это сознание, совершенно экстравертированное в мир. Только этот бегущий, предприимчивый, спонтанный принцип предполагает достаточное основание для выбора и радикальное происхождение всех ценностей. Любовь, наконец-то, это щедрость. Любовь почти обязательно щедра. По крайней мере, по отношению к любимому. И во время, которое он любит. Потому что почти невозможно искренне любить и в то же время быть мелочным и скупым с тем, кого любишь. Так что все люди, или почти даже самые сухие, переживали во время любви, минуты бескорыстия и великодушия. Но любовь и жертвоприношение, вот таких два канада тут рассматривается, давание и взятие, что это такое? Отдача и взятие редко происходят одновременно. Интервал времени часто бесконечно мал. Иногда их разделяет значительная задержка. Тут он говорит, что невозможно вымереть, что это одинаковые чаши весов и что ты то, что дала, но тебе обязательно так должно вернуться. Ну как бы тот платеж, что ты монету, так сказать, образно, что ты положил, тебе такой же платеж потом и вернется. Не будет так, потому что оно неровное все равно. Любовь – это простое прямое движение, откровенно идущее навстречу другому. Счастливы те, кто в любви заново открыли простоту жизненного действия и научились невинности. Как любовь может иметь бесконечную цену, если каждый из двух влюбленных эгоистичны посредствами? Как чистая получается из нечистого? Любовь, как неуловимое свидетельство свободы или жизненной силы, целиком находится в намерении. Любовь – это неуловимый и неосязаемый приток, который переходит от одного любящего к другому. Но мы чётно искали бы в его субстанции каждого человека, который рассматривается изолированно. Наконец, любовь – метафора такая. Это птичья песня в небе. И вот на этом я хотела бы закончить и пожелать вам любви, счастья, долгих лет в жизни, и не ставьте друг другу платежи. Просто любите. С вами была Алена Романова. Ещё услышимся.